Злоупотребление ради или исходя из других целей задач, но многие предложения и поправки в Конституцию действительно оказались довольно спорными. Какие предложения вызвали больше всего сомнений в обществе и почему так произошло, узнаете из следующего материала. Вопросов к поправкам в Конституцию России все еще достаточно спорными, выглядят сразу несколько предложений. Так, в главный документ страны планируется добавить упоминание Бога. И это несмотря на то, что согласно той же Конституции Россия является государством светским и ни одна религия не может быть установлена как основная. Судя по всему, упоминание Бога должно проиллюстрировать, что современная Россия является хранительницей и правоприемницей традиций предков. Еще одно неоднозначное нововведение – формулировка института брака, исключительно как союза мужчины и женщины. В данном случае возникает вопрос того, зачем такая конкретика нужна вовсе, ведь для большинства людей это само собой разумеющееся. Много вопросов вызвала поправка, согласно которой Конституция России станет приоритетнее, чем международное право. В перспективе это может создать проблемы тем гражданам страны, которые добиваются справедливости в международных судах, например, в Европейском суде по правам человека. Не менее спорной оказалась поправка, которая устанавливает русский язык в статусе государства образующего. Напомним, что в данный момент статус государственных имеют 37 республиканских языков. Стоит отметить, что некоторые поправки приняты не были, например, в итоге оказался отозван пункт, согласно которому депутатам и сенаторам запрещалось бы иметь в собственности недвижимость за рубежом. Готовы ли будут жители страны поддержать предложенные изменения, станет известно уже в апреле. Павел Желудев, новости по будням.